Здравствуйте, дорогие друзья, и это очередной механический дом. В отличие от предыдущего, здесь очень много командных блогов, и я не понимаю, почему их не считают механизмами. Это же, по сути, такая же техническая единица, как и Redstone, только функциональнее гораздо. Но это же Minecraft, здесь всё работает с КПД более 100%. Ладно, давайте пройдём. Здесь у нас есть дверь, конечно же, на датчике движения, она тут идентифицирует. Проходим, и здесь у нас есть электронные часы. Правда говоря, они должны быть синхронизированы с майнкрафтовским временем, но я очень часто их сбивал, выключал, перенастраивал время. Так что, вот так вот. Ладно, давайте пройдём отсюда. Здесь у нас есть клуб, как в предыдущем доме, только на 400% лучше. И, кстати, это не баг и не мод, не воображайте, не из чего. В общем-то, дёрнем рычаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ну, в принципе, всё. Выключим его, у нас первый цикл закончится. И теперь пройдём в следующую часть дома. Спускаемся по лестнице и идём налево. Здесь у нас есть склад. Сейчас в сундуках ничего нет. Мы можем вот так вот проверить. Здесь вот есть кодовый замок. Здесь всего три комбинации и, соответственно, три ячейки, ну, я их называю ячейками. Да, то есть, первая комбинация – это два раза на депутую кнопку и три раза на пятую кнопку. Нажмём вот два раза и я вот покажу, что здесь по-прежнему ничего нет. Но нажимаю на третий раз, и здесь у нас появляются предметы. Причём это полноценная ячейка набора предметов, то есть он сохранится. Если, допустим, заберу какой-то один предмет, положу сюда какой-то другой, то в следующий раз, когда я активирую эту ячейку, здесь набор этих предметов сохранится. Давайте введём следующую комбинацию. Введить надо поосторожнее, потому что, если мы неправильно будем вводить очень много раз, то есть там, если мы, допустим, нажмём какие-нибудь лишние кнопки, допустим, восьмая и десятая, они вообще в комбинациях не присутствуют, или просто лишний раз нажмём на какую-то из кнопок, то он заблокируется навсегда, ну, если четыре раза, то есть не сразу нажал, то есть лишний раз, и он сразу блокируется, а четыре раза. Разблокировать его потом можно будет в командном центре, я его так называю, это командный центр, вот у нас второй пак, так скажем, набор. Так, и последняя комбинация, самая длинная. Вот, последний набор предметов. Вернёмся ко второй ячейке, потому что, ну, я хочу показать, что там сохранился набор предметов. Там, он сохраняется везде, вот. Да, здесь у нас ещё есть кнопка сброса комбинаций, потому что, ну, если сбрасывать комбинации с помощью этого замка кодового, то он же будет считывать это как неправильный код, и четыре неправильных кода он блокируется навсегда. Вот, собственно, такой вот у меня получился нанотехнологичный склад, на самом деле. То есть мне лично он очень даже нравится, очень удобный. Так можно на три ячейки разложить все свои предметы, и, собственно говоря, места по-любому хватит, и можно по степени важности даже отложить их. Ладно, пойдём теперь на кухню, точнее, это даже столовая. Здесь у нас есть только один механизм. Вот это вот печка. Очень удобная печка, то есть вкладываем в сундук всё, что нам нужно пожарить, включая уголь. И сюда же приходят наши пожаренные вещи. Так, вот у нас холодильник, есть мусорка. Ну, можно просто кинуть, да, это же всё-таки хоппер. Да, подождём немного. Итак, всё, что мы хотели, оно у нас пожарилось. Собственно говоря, в принципе, на кухне больше механизмов никаких нет. Пойдёмте теперь вот сюда, здесь у нас есть бассейн такой. И игральный автомат. Мы кидаем один алмаз, и у нас попадает случайная комбинация блоков. Ладно, давайте попробуем что-нибудь выиграть. Хотя бы что-нибудь. О, отлично. Здесь алмазов мы выиграли, то есть выпало три одинаковых блока здесь. Ну, может выпасть, допустим, три одинаковых блока вот здесь, да. Или четыре одинаковых блока, то мы получим джекпот. Собственно говоря, вот такая вот прикольная лотерея, рулетка, игральный автомат, не знаю, как ещё можно назвать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Замечательно Ну что ж, пойдем теперь в командный центр Как говорится, если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место Мы можем поискать что-нибудь в часах, но мы ничего не найдем До тех пор, по крайней, дернем один рычаг И вот только тогда мы можем попасть в командный центр Подходим сюда, ждем немного Все, прыгаем Вот, это командный центр Здесь мы можем управлять почти всеми механизмами в доме Собственно говоря, здесь можно настраивать часы Вот, допустим, плюс один час Минуту настраивать бессмысленно, в принципе, потому что они очень быстро идут Можно его просто выключить Можно выключить вообще почти все механизмы в доме Вытащив вот эту пластинку Это типа у нас был такой центральный компьютер Или нажав на этот рычаг, просто выключив, по сути, этот компьютер Также можно обновить, собственно говоря, тот самый кодовый замок Если он был заблокирован навсегда А можно вообще отключить эту блокировку, например Ну, то есть, если она вам не нужна Ну, я ее включу Так, собственно говоря, вот часы выключены Давайте теперь вернемся А то никто шестнадцать слов не поверит Хотя, кто его знает Да, вот у нас выключены часы По правде говоря, на этом основная техническая часть всего дома себя исчерпывает Здесь еще, кстати, есть лестница в верхнюю часть дома, наземную Но мы туда не пойдем, потому что там нет особо никаких механизмов Разве что какие-нибудь совсем уж незначительные Поэтому всем спасибо за внимание Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok